Для нового закона, самого страшного или самого счастливого, нужно 226 голосов. У фракции «Единая Россия» 343. Для принятия конституционного закона нужно 301 голос, ну в том числе вот если в конституционной были поправки. Наша фракция 43 депутата, и даже если мы все объединяем ЛДПР и «Справедливая Россия» свои голоса, то у нас получается 109-110 голосов, не более того. Но, поэтому практически наши законопроекты, какие бы они не были гениальны, какие бы не были они умными, и как бы хорошо они не решали все те проблемы, с которыми вы обращаетесь, они не принимаются. Бывают случаи, когда потом и название забирают у нас, переставляют точки запятые, и это уже законопроект партии при власти. Я честно сразу говорю, что я буду рассказывать в преломлении своих взглядов коммунистических. Представитель коммунистической партии Российской Федерации всегда была, есть и буду. И, конечно, я совершенно недовольна работой партии «Медвежьих услуг», потому что глядя, какие законы они принимают, несмотря на то, что они прекрасно рассказывают. И вот этот тротуарчик вам сделали, увидели, что нет воды, и свет провели, и песочку насыпали, собак запустили. То есть детей и собаки там же на этих детских площадках, никто не огораживает, ничего. Значит, и улицы мастят. И все это вдруг вспоминается аккурат перед выборами. Поэтому, когда мы выпускаем свою газету «Коммунист», она у нас есть и в электронном виде, можно всегда прочитать, кто как голосует за какие законы проекта. Рассказывать можно о многом, а посмотришь на голосование и выясняется, что не такой уж он и народный депутат, и не такие уж они верные и преданные слуги народа, и так далее. Поэтому, вроде бы здесь большинство молодых людей собралось, но вот если взять пенсионную реформу, то за нее проголосовала «Единая Россия», естественно. Предложение правительства и, по-видимому, президент Акулин подписал этот закон. «Против» проголосовала Компартия Российской Федерации, еще «Справедливая Россия». ЛДПР уклонилась от голосования ни за, ни против. Они просто не стали голосовать. Не говоря уже про НДС, не говоря уже про продление сроков полномочий одного человеку, и многие другие законы проекта. Поэтому мы работаем, депутаты Государственной Думы, как, впрочем, и депутаты Саратовской областной думы, исполняя наказы избирателей. Все, что вы просите, и главная задача депутата, не, вот вопрос, забыла спросить провокатора тут есть, который будет задавать такой вопрос. А что конкретно вы сделали для нашего подъезда? Вот, любят такие, задавать вопросы для нашего крыльца, для нашего дворика. Вот. То депутаты такого уровня должны принимать законы, по которым граждан живется хорошо. Можно, да, смягчить, получше, чем сейчас. Они не должны работать снабженцами, они должны заставлять исполнительную власть выполнять требования и выполнять законы. К великому сожалению, законы принимаются вразрез с нашей точкой зрения. Набрания, которые решают здесь конкретно местные вопросы. Пока не принято предложение в Государственной думе о том, чтобы все-таки простить долги, которые набрали субъекты Российской Федерации и муниципалитеты, в которых проживают граждане, у которых довольно много проблем. Поэтому изменить бюджетный кодекс, изменить бюджетные правила действительно не удается, хотя признают, что это надо делать, но может быть не сегодня. Нас это не устраивает. Мы хотим жить сегодня, завтра, послезавтра и каждый день, и чтобы дети, все наши проживающие в стране, жили счастливо и могли найти работу достойную, получить достойное образование, которое они получают, и найти хорошую оплачиваемую работу, получить бесплатно жилье, а не влезать в кабалу. Здесь заводы смерти, о которых только мы сумели поднять этот вопрос, потому что мы увидели в этот момент, потому что это даже губернатор сделал вид, да откуда я знаю, что там, в гос, какой завод? Да первый раз слышу, на тебе, первый раз слышу, что у тебя почти уже 50 тысяч тонн твердых, этих самых первого-второго класса опасности химикатов на голову населению свалили, а ты первый раз услышал. Два года нам удается сейчас сдерживать пока этот законопроект. Нас не будет там. Вы даже не узнаете, когда у вас эта зараза потечет из кран. Второе. По капитальному ремонту. Сколько раз мы говорили, что капитальный ремонт пустой. Пустой. Вот эта пирамида рухнула. Нет денег. Два года назад я начал об этом говорить. Давайте, говорю, за счет бюджета. Нечего брать с населения. С чем выходит губернатор? Полгода назад выходит с предложением, вот вам поднять плату за капитальный ремонт. У вас, видимо, она маленькая, да? У вас она выше, чем в Санкт-Петербурге, но у вас слишком маленькая. Поэтому давайте коммунисты уйдут, и губернаторы Единой России все поднимут. Нет. Вот нас было пятеро. Нас было пятеро. А на этом комитете, в связи с пандемией, они все единороссы испугались и не пришли. И мы, уйдя с комитета, в последний момент сорвали, они уже дотащили до комитета решение о поднятии стоимости капитального ремонта. Они вынуждены были уйти. И сейчас приняли наше предложение. Они берут эти деньги под гарантии бюджета, под гарантии правительства. Потому что ни в одной стране мира, которая находится севернее, чем город Балакова, нет стопроцентной оплаты коммунальных платежей, кроме Балакова, Саратова и Российской Федерации. Мы самое богатое население, которое может себе это позволить. Вы спросите, что мы сделали? Каждой в вашей семье мы сэкономили только на капремонте по нескольку тысяч рублей только за эти полгода. Дальше, когда началась пандемия во всем мире, в январе еще месяц, в феврале, в начале февраля, Нароевский Александр Владимирович, депутат нашей фракции, поднимает вопрос на заседание комитета по здравоохранению. Скажите, пожалуйста, а мы готовы к пандемии? Министр, замминистра здравоохранения говорит, конечно, мы готовы, у нас есть и койки, у нас, мы говорим, а лекарства у нас запасены? Есть у нас лекарства? И маски у нас есть. Это февраль месяц. К середине июля у нас не было ни койки, ни лекарств, ни ватамарных повязок элементарных, которые когда-то школу учили шить. До октября месяца, где только мы не орали об этом, заставили собрать несколько совещаний, объехали, засняли на видео все КТ, которые работают, все огромные очереди. На министерство подняли вопрос, почему частные клиники не оказывают услуги за ОМС? Мы платим, вот ОМС оплачивает каждый раз. Почему мы должны потом еще идти и платить? Добили, что за счет ОМС это наша заслуга. Именно фракции КПРФ, что за счет ОМС начали делать КТ. Нет, они хорошо начали за счет ОМС делать, зато в очереди. По две, по три недели. Заставили это сделать. Мало того, всплыло, оказывается, что давным-давно аппараты КТ и МРТ привезли в Саратовскую область. Только они ждут, когда видно пандемию пройдет, пока мы все вымрем, пока мы оплатим все, что у нас осталось в последние копейки в частную медицину. И только потом они начнут их ставить. Кто поднял этот вопрос первым? Посмотрите, пожалуйста, именно благодаря тому, что есть коммунисты там, благодаря тому, что у Николая Николаевича есть миллионные просмотры, можно увидеть, как на совещании они соглашаются с тем, что мы правы и заставляем мы вот эту ситуацию с лекарствами, с аппаратами КТ заводить все. Следующее время Балакова. Это же цветущий город. Миллион роз был. Сколько Саратов-Бестрой подарил? Какие набережные были? Какие у нас проспекты были? И сейчас я когда приехал, как бомбили. Вот ей-богу, по этому городу невозможно было перемещаться. Что у нас понатворились поликлиники? Вот вторую поликлинику с запросом с министром Молгой Николаевич не даст собрать. Лично замминистром добился, чтобы вторую поликлинику хотя бы в таком виде сохранили. Вот знаете, на Академию Кужуга. Что они творят? Они сейчас приняли решение о том, что практически все поликлиники будут объединены. Я не говорю, Балаков, у вас здесь посмотрим, как будет. В городе Саратове, представляете, будет одна детская поликлиника на весь город. Да, формально, они говорят, это будут филиалы, но мы прекрасно знаем, когда нет хозяина, когда нет бела врача, постепенно оттуда уходит все из этой поликлиники. Вот эта оптимизация, когда они сотни коек, сотни коек накануне пандемии сократили каждый год, до 600 коек в год они сокращали по области. Знаете, какое направление медицины больше всего сократили в 2019 году? Инфекционки. Инфекционные больницы и отделения закрыли практически во всех районах. До чего это дошло? Недалеко от вас, Ивантеевский район, в период пандемии на работе не было ни одного медика в течение всего лета. Ни одного медика, даже фельдшера не было. Поликлиника была закрыта крест-накрест. Почему? Потому что всего два врача, один заболел, а второй сказал, у меня жена больная, поэтому я не буду рисковать. Целый район. Сейчас есть район, и я общался с населением по ту сторону Волги. Социальный работник говорит, у меня после пандемии в принципе работы нет. Я говорю, почему? Потому что всех моих, кого я обслуживал, все на кладбище связали. А у нас, якобы, мы пережили пандемию. Нам президент говорит о том, что он пережил пандемию, а не в бункере он, может, ее пережил. Нам здесь говорят о том, что у нас практически никто не болел. У нас, оказывается, да, только умирали все от других болезней почему-то, да? У нас скорая помощь, в городе Саратове официально по заявлению заместителя министра здравоохранения ехала 7 суток. Ее вызвали. Причем, знаете, как у него было интересное заявление? Вот я сейчас на камеру говорю. Почему? Я не боюсь, потому что у меня есть это видео, когда он говорит, это же нафига же люди вызывали, говорю, скорую помощь. Они все боятся, поэтому вызывают скорую помощь. Она приехала на 7 суток, а он живой. Я говорю, вы вдумайтесь, о чем вы говорите. 90% всего того, что нам удается, это благодаря тому, что есть коммунисты, есть Николай Николаевич, который может это все донести, раскрыть вот это, все эти подлости. Пожалуйста. Спасибо за добрые слова. Спасибо за твою встречу. Я, знаете, езжу по родной земле всегда сердце поет. Я за последние два года пол-России объехал. Я вам честно скажу, вот каком бы городе я не был, какой бы регион я не посещал, ну, с исключением Москвы, наверное, вот на определенном этапе ты не понимаешь, где ты находишься, потому что ограблено одинаково везде по всей стране. Высосали все соки, богатейшие, какой-то талантливейший край, талантливейший народ. И Саратовский область, ну, что говорить-то местным жителям-то, да? Блакова одна из жемчужин. Крупнейшие предприятия до сих пор сволочи развалить не могут, настолько качественно на века они были сделаны. Атомная электростанция одна. Ну, кого это все кормит? Ну, ответь сейчас на вопрос. На кого все работает? Я, как депутат, я вам ответственно заявляю. Никто, блин, не знает все в офшорах, все за рубежом, все олигархам принадлежит. Все разводят руки, и все говорят, ребят, все будет нормально, вы только потерпите. У нас сейчас, говорит, трудный год. У нас, говорит, все будет нормально. Вы только пояса затяните и надейтесь, и доверяйте нам. Это же идиотизм. Представляете, какая страшная ситуация? Я вот сейчас вот перед встречей нашей ребят встретил из Самарской области. Поднимите, ребят, где вы руки из Самары? Вот мои ребята говорят, говорит, Николай, мы как в Саратовскую область заехали, от ваших дорог страшно стало. А знаете, как Единая Россия их называет? Территория опережающего развития. Я просто не понимаю, кого мы опережаем. Вот с этой нищетой, вот с этой убогостью повсеместной. Какие законы они страшные приняли? Вы послушайте, сегодня потери в экономике, в промышленности, в социалке больше, чем после окончания Великой Отечественной войны. У нас, если брать темпы рождаемости 90-го года и на сегодняшний день их перевести, у нас минус 11 миллионов человек по смертности и минус 14 миллионов по рождаемости. Вы понимаете, 25 миллионов человек мы потеряли за это, блин, мирное время. Я когда слышу, особенно, вот вы уж не обижайтесь, есть пожилые люди, которые говорят, ой, Коль, лишь бы войны не было. Да идиот, эта война, страшная война, на уничтожение идет. Великой Отечественной даже не снилось, что сегодня делают с нашим народом. На колени поставили, заставили отказаться от будущего не только себя, своих детей. Кормят зельмищем, простите за выражение, под питом колбасы или там молока. Это в пищу нельзя, нельзя ни в коем случае потреблять. Но почему сегодня ввозить из-за границы сыр или грелим мясо или там что-то другое? Это сунцонка, а ввозить пальмы и мосток это экспорт. Это, блин, развитие бизнеса. Какого бизнеса? Единственная страна в мире из стабилизованных стран, где этой зельмищи в пищу можно есть. И это по закону. Это потому, что власть так решила. Вы вдумайтесь, если такое сделать в Соединенных Штатах Америки, в тюрьму посадят на 20 лет. Только в технических целях. Это значит машины можно смазывать им. А у нас это в пальмовое масло детишкам в детское питание. Вы представляете, детишкам, грудничкам в детское питание. А потом онкология, а потом хронические заболевания. Вот я сейчас вот перед нашей встречей с многими общался, стоял, да, и вот в самой частой, за три года, сколько я депутат, вот подходят очень часто люди и говорят, Николай, помоги. Что нам делать, Николай? И вот я, знаете, вам ответственно заявляю. Вот сегодня в российском законодательстве у населения не осталось ни одной нормы, которая позволяла бы им гарантированно принять какое-то решение. Все отменили. Перевели в рекомендации, в советы, какие-то там, значит, письма депутатам или там исполнительной власти. Нет большего населения права принимать решения. И все. И в конечном итоге единственное, что остается, ну что остается у нас с вами, это единственное, объединиться. Вы помните, да, мы не только на всю Саратовскую область, всей России рассказали. Один из многих, но тем не менее яркий пример в Саратове городской электротранспорт. Десять плен лет зарплаты не повышали, сволочи. Десять лет ни на один рубль. Люди терпели. Ну как бы все, да, изменятся, наладятся. А что я могу? А что я могу? Мы же ничего не изменим. Там, там, наверху все решили. И тут планка упала у людей. Я общаюсь с ними, они говорят, Коль, детей кормить нечем. Я говорю, не могу на зарплату в 12 тысяч рублей прокормить свою семью. Увеличили. Почему? Потому что боятся. Единственное, что они не могут. Единственное, что им недоступно, несмотря на все их, блин, возможности, и банки, и институты, всякие бюджетники, и телевидение, все в их руках. Кроме контроля людей и возможности их объединения в там, где это получается, там ситуация взрывоопасная. Да, может прирасти эта могучая, как говорится, группа, да. И шире, и шире быть, потому что мы все друзья по интересам, мы все одинаково ограбили. И вот представьте, вот стоит коллектив, да, которому 5 раз зарплату подняли. И вот мы разговариваем, они говорят, блин, ну мы же так долго к этому шли, ну что же нам теперь расходиться, что ли? Мы, говорят, ну, может что-то еще? Я говорю, а что вы еще хотели бы? Они говорят, ну вот у нас вот троллейбусы плохие. 80 троллейбусов из Москвы прислали, их всего 36 в Саратове на линии. 80, блин, прислали. 10 лет никому нафиг это было не нужно. Они стоят, говорят, ну что бы еще попросить. Ну мы же, говорят, понимаем, предприятие, это убыточное, да, дотация нужна, там бюджет, а у нас же нищие, говорят, бюджет-то, они говорят, мне денег не хватит эти новые зарплаты высокие платить. И власть дала им полмиллиарда рублей, вы вдумайтесь, это больше совокупное, а не знаю, чем за 10 лет за последние. Никому были не нужны, пока молчали. Никто не хотел служить, пока стояли на коленях. Что их, к экстремизму кто-то прислал? Каким-то незаконным там призывал? Нет, они просто сказали, мы объединяемся, мы будем бороться за свои права. Хотите увольнять, увольняйте всех. А с другой стороны сказали, блин, а мы всех тут уволить не можем? Это с одним можно совладать, с пятью, а их там вышло полколлектива. Представляете, если бы вот эта ситуация не только на этом предприятии, не только на завод Сигнал, где была аналогичная ситуация, подняли на 25%, за один день подняли, а была бы везде, по Саратову, по Енкельсу, по Балакову, по Петровку, по Марксу, по Артичеву, везде, по всей Саратовской области. А если бы по России? Сколько власть потратила денег, надежду вот эту. Представляете, насколько это жутко? Ведь на войне-то там же было все, там все честно было. Страшно, но тебе честно. Вот враг, вот ты, ты прав и в бой вперед. А здесь враг под личиной, он надел на себя маску, улыбку, он притворился твоим другом и обманул всю страну, обманул. И грабит бесконечно, высасывает все то, что целое поколение советских людей создавали. Вот здесь вот говорили, говорят, что сдайте мандаты. Слушайте, я даже передать вам не могу, как часто я такое слышу. от своих оппонентов в Единой России. Коли Диз, дай мандат. Ну, как им спокойно пошелось, вы представляете? Да, я понимаю, что у нас 5 коммунистов из 45 в нашей в Саратовской областной думе, ну, мало мы что можем изменить. Они своим большинством протаскивают эти решения, несмотря на конкретные победы, все равно большую часть этой мировости они протаскивают. Ну, знаете, я когда встречаюсь со своими собирателями, разговариваю о том, что, ребят, ну, поддержите. Я говорю, да, наверное, нам тяжело будет что-то протащить, что мы все вам обещаем, что вся ваша боль, вся ваша злость, вся ваша ненависть к этим подонкам каждый день от вашего имени мы будем это говорить, как бы им больно и страшно не было. Они, блин, как локаторку будут туда ходить, потому что вы все сказать им это, к сожалению, не можете. Они себя оградили заборами, они поставили охраной. У них, блин, пропускные системы с записями предварительными за два месяца. Не власть себя от населения оградила. Но мы будем это говорить каждый день. И мне когда в Думе шантажируют, они говорят, Коль, у нас, говорят, для депутатов равные зарплаты, условия и зарплаты все вроде должны платить, но тебе платить не будем, ты слишком здесь, значит, распыляешься много. Вот ты, говорит, если бы пересмотрел бы вот свою политику, мог бы, говорит, тогда подумали, я говорю, мне не нужно зарплату платить, мне ваши рожи кислые, каждый день, видите, это лучшая для меня награда. Лучшая награда снимать ваши морды каждый день с ледами в ладах. Вот Александр Юрьевич я говорил, вот думайте, половина состава Думы ушла и ушла с депутатских мандатов. Они приходят к руководству и говорят, а нам нафига это надо? Мы, говорит, богатые, мы миллиардеры, мы уважаемые здесь среди кого-то люди, а нас здесь оскорбляют, каждый день жуликами называют, ворами называют, обвиняют в том, что страну распозарили, но мы, говорит, под это не подписывались. Вы вдумайтесь, в прошлом созыве Саратовской областной Думы, где у нас были совершенно более-меншие силы, 40 вопросов повестки дня, 60 вопросов повестки дня рассматривали до обеда. А в этом заседании, в этом составе Думы 30 вопросов повестки дня рассматривают два дня. Они сидят там с утра до ночи и слушают волю и мнение людей, что по поводу их думают. Им это неприятно. Но гораздо, гораздо серьезней эта ситуация была, если бы нас там было не 5, а 25. Если бы нас там было не 25, а 30. Вы представляете? Я вам объясню, вот это очень важный вопрос. Вот представляете, как сегодня грамотно работает власть. Ей не нужно больше фальсифицировать выборы. Им не нужно в бюллетени вбрасывать. Несмотря на то, что народ их ненавидит, они давно от этой фальсификации способны отойти. У них гораздо более важная, тонкая и серьезная работа теперь, которую мы победить пока не в состоянии, но до этого момента. Они убедили людей, что от выборов ничего не зависит. Что на выборы ходить не надо, что там за нас все решили, что от нас ничего для них не зависит. На последние до выборы в Саратовскую областную думу, вот по Волскому району, например, явка была 5%, 4 из которых были врачи с учителями. Вы представляете, как страшно? И что ты там сделаешь, если ты подходишь к человеку, а он говорит, да, выборы, да, от этого ничего не... Это все не важно, это все ничего не значит. И вот здесь, на этом этапе мы должны понять, что вот этот, сентябрь 2021 года, это самая важная дата, которая была в современной истории России. Это же необычные выборы. От этих выборов я вам ответственно заявляю сейчас здесь. Зависит будущее России как единого целого государства. Потому что наследие Советского Союза не бесконечно. И вот эта инфраструктура, которая здесь кормит не только Саратовская область, но и страну в том числе, она тоже не вечна. Они что сейчас делают? Они высасывают бесконечно оттуда. А значит, будет техногенный кризис. Будет износ этих основных фондов, которые они ни копейки не вкладывают, ни рубля. Сегодня наша задача объединиться ни вокруг фамилии, ни вокруг политиков, даже, может быть, ни вокруг конкретных политических сил. Нам должна объединять идея. И эта идея не просто борьба с коррупцией. Эта идея не просто отобрать у кого-то сотни миллиардов или там несколько триллионов, которые там Навальный или кто-то другой показывает в своих фильмах. Они ежегодно из нашей страны высасывают десятки триллионов рублей. И наше имительство преобразовало. Это статистический ремонт. Нужно коридоре качественные изменения системные изменения. И на этом этапе, конечно, мы должны объединяться вокруг именно этой идеи. Почему? Потому что, если вас будут приезжать как конкретный политик, то его совсем просто убьют. Его посадят, снимут по нему клинцы. И все опять запутят руки. Будут у меня какие-то конкретные партии политические силы. Они с ремесскими запретят так. Мы должны с вами выходить на улицу, потому что каждый из нас организатор. Мы должны выходить на улицу, потому что никого, кроме меня, все вообще не делает. Вот именно я. И ты каждый из нас должен говорить, буду эту идею противникам. Объединение не дает, но мы не даем. Знаете, может быть, слышал кто-то из вас, я не знаю, тут громкая новость была. Вячеславик Володин потребовал, чтобы я шел по его игру. Я вообще планировал идти как раз по Балаковскому району. Здесь Николай Васильевич Подков не думал, что Володин пойдет одномандатом, хотя мы об этом говорили. Ну, раз уж так, я готов идти все, что народ, какой бы сильный кандидат ни был, не простит Единой России пенсионную реформу. Здесь кто-то есть, тот, кто сказал, да в принципе неплохо, почему нет? Здесь нет людей, которые бы простили власти. Есть? Конечно, есть. Вы выходите, пожалуйста. А куда выходите? Я дам вам микрофон. Вы за пенсионную реформу. Я за пенсионную реформу, я экономист, немножко образование имею, считать умею, и очень много чего хотел сказать. А где работаете? Я предприниматель. Бюджетных подрядов есть? Нет. Бюджетных подрядов нету. Но вопрос, да, здесь и потом, я сейчас не про пенсионную реформу, я сейчас хочу сказать о том, что после вашей такой... А потом про другое? Хорошо, тогда про другое. А потом про другое я буду... Еще раз спрашиваю. Женщина, еще раз, только по губам читайте. Здесь есть те, кто за пенсионную реформу? Про пенсионную реформу скажу. Про пенсионную реформу. Вы говорили про медиков, правда вы просили? Про пенсионную реформу. Мы сейчас к ней перейдем, это все одно. Нет, про пенсионную реформу. А это не отдельная тема, это тема общая. Я спросил конкретно. Я вам говорю конкретно, что если мы не учили наших детей, это не власть, не учили... Можно? Послушайте. Нет, я... Я прям секунду. Скажите, есть кто-нибудь за то, чтобы отобрать у олигархов нефтегаз? Зачем пенсионную реформу? Для народа. Да потому что ее лечить надо. Ее лечить нужно. Понимаете? Надо. Все об этом говорят. Не только КПРФ. А я вам говорю о том, что не надо лить сейчас грязь на соседней партии. Понимаете? Вы за пенсионную реформу лите. За пенсионную реформу я. А почему? Потому что знаю, как собирается бюджет, я знаю, как он пополняется и откуда он вернулся. Ну вы знаете, как он собирается. А то, что мы живой, мы живем. Мы жуликов и воров. Женщин, прошу прощения. У меня вы с пенсионерами работали. Конечно нет, у меня тумб забрали. Женщин, дайте я это говорю. Дайте я это говорю. Вы успеете. Вы успеете. Мы сами подумали и говорите. Мы совершили зло. Я убежден, я убежден, что население не патит. Да, да, да. Убейте, уходите, уходите. Женщин, ну дайте я это говорю. Ну ладно, ладно. Это провоката. Оставим. Каждый имеет право в своем мнении. Пусть даже если это не искренне. Я убежден, что нету людей, которые поддерживали бы Единую Россию за повышение налогов. Ну как так может быть? Доходы граждан падают, налоги растут. Нет людей, которые пооценивали Единую Россию за рост стоимости бензина. Единственная страна на планете Земля, где солярка дороже 92-го бензина. Это же безумие. Нету людей, которые поддерживали бы за нищету, за бесправие, за отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Какая разница, какой кандидат от них идет. Они себя настолько, как партия, запятнали. Они настолько нерукопожатны, что сегодня по всей стране они сами об этом заявляют. Они идут по всей стране самовыдвиженцами, как в народе говорят, самовыдвиженцами. Они чураются своей партией. Они говорят о том, что, ребят, это та самая ситуация, редкий случай, когда жулики и буры пытаются притворяться порядочными людьми. Они говорят, я кредит на Россию даже не имею. Это просто 10 лет, 20 лет, сколько они существуют. А сейчас я нормальный, вы меня, пожалуйста, не бейте. Вот так вот я скажу, что я выхожу сюда, вот здесь к вам, к людям, и так не только в наш город. А они не выходят. И я везде гордостью говорю, я коммунист. Да, у нас тоже есть ошибки. Вопросов нет. Наша задача их проанализировать. И в тот момент, когда мы придем к власти, мы сможем реализовать нашу программу. А сейчас говорят, я иногда слышу, вы, может быть, хотели бы тоже что-то подобное сказать. А что вы мне сделаете? Вы там, черт его знает, кто-то бомбардировал сколько уже, типа, на 4 года. Он говорит, сидишь там, встану и протираешь своих. Вот послушайте, я же не у власти. Александр Юрьевич не у власти. Вы скажите, почему меньшинство-то? Где ваши подтверждения? Потому что убили в людей надежду, убили в веру. Вы не работаете на участках своих. Вот знаете, вот это очень важный вопрос. И на этом действительно стоит делать акцент. Вот это, казалось бы, безвыходная ситуация. Телевизор молит, нет никакой веренности в людей, люди никому ни во что не верят. И вот впервые за 30 лет власти вот эта система рушится. Потому что телевизор больше никто не смотрит. Потому что люди вливают целые поколения вливаются в интернете. Цените ситуацию вокруг. Проголосуйте за себя своих детей. На основании того, что вы видите вокруг вот этого ужаса и разрухи. Но прийти сегодня мало. И вот здесь главное перед нами нужно привести с собой как можно больше людей. Родственников, друзей, знакомых, коллег, однокурсников. Весь свой пакет и весь свой дом нужно принести. Не нужно, не прошу вас агитировать за коммунизм, за вангаретку, за аним. Прийти. Пусть придут и вынесут власти вердикт. Хорошо она работает. Или она работает плохо. Довольны мы нашей жизнью. Или это жизнь никчемная, никудычная, нищенская, бесправная, бесперспективная. Просто пусть проголосуют. Люди, о которых я спросила, будут здесь люди, которые будут задавать эти вопросы. Я очень рада, что вы можете задать вопрос. И очень жаль, что когда случайно попадают представители иной политической силы на встречу Единой России, им не дают возможности зайти в зал и уж тем паче задать вопросы. Но мы здесь по-другому себя идем. Пожалуйста, спрашивайте. Перед выборами вы почему только перед выборами в город приезжаете? Хороший вопрос всегда звучит. Можно сразу по ходу второй вопрос, чтобы вам едино ответить? Второй вопрос сразу о том, почему вас так мало? Не потому ли, что вы на участках не работаете? Не вы, как Госдума, а те местные на своих участках со своими людьми, со своими избирателями. Почему им приходится идти там, где их принимают? Это жил ДПР. Я уже даже не про Единой России говорю. Вот не в этом ли ваша ошибка? Вы представляете, вы представитель КПРФ в Российской Федерации, а вы... А я что говорю? А вы про ЛДПР сейчас спросите? А я говорю про ЛДПР с вашего участка людям, которые ваши депутаты от КПРФ обслуживают, ну скажем так, да? И приходится идти в ЛДПР или в Единую Россию со своими проблемами. Вот в чем вопрос. Вот у каждого есть правого вопроса для детей любых. Нет, нет, это неправильно говорить. Вы неправильно поняли вопрос. Вы неправильно поняли вопрос. У вас нет здесь представительства, к вам некуда идти. Вот о чем проблема. Приезжайте. Да, здесь мало чего. Вы появились. Денис Иванович очень хочет послушать меня. Вы здесь появились, мы перед выборами. Я вам отвечаю. Вот жители старших домов, да, по моему округу. Я не старший, по домам. Я вам про старших по домам. Хорошо. Практически у всех есть мой номер телефона. И что из этого? Все мне звонят, у кого появилась какая-нибудь проблема. Полтора года. Надо лавочку, надо дерево спилить. Нужно машину с зеленой зоны удать, понимаете? Все звонят мне. Мне даже в 10 часов вот вы мне что сейчас говорите? Я не работаю с СССР, понимаете? Вот вы врете, понимаете? Вот вы мне стоите и врете. Вот щит лица моего округа пришла на встречу. Пойдите, вот кому вы врете? Им врете, всем остальным вы врете. Вы просто, просто обманщицы и все. Послушайте, вот тем не менее, то, что женщина спросила, почему, говорит, у вас здесь мало сил, почему вы, говорит, вот... Дайте, пожалуйста, отвечу, пожалуйста. Послушайте, вот в этой ситуации, ну, действительно, есть ребята, но я знаю ситуации, знаю населенные пункты, не только в Саратовской области, где есть проблема, где наших сил не просто иногда мало, где их, послушайте, где их иной раз нету. Но вы понимаете, что решить это можно только в сообща. Ведь если проиграет КПРФ, так же вы не понимаете, что вы тоже проиграете. Я вам гарантирую, что будет новая пенсионная реформа. Я вам гарантирую, что бензин будет стоить еще дороже. Я вам руку даю на отвечение. Послушайте меня. Очень много, не очень много. Это не скандалит, я-то не скандалит. Но активных, активных, которые довольны, с жизнью, вот здесь вот вызвали, они задают вопросы. Почему мы все время появляемся перед выборами? Потому что выборы каждый год. И каждый год мы работаем и появляемся в разных регионах. Если вы не попали на мою встречу, это ваша проблема, а не моя. Поэтому мы работаем. А это депутаты Госдумы. Ваша проблема, а не моя. Ваша проблема. Что вы не пришли ко мне на встречу, конечно, ваша проблема. Вы не захотели, у вас не нашлось время. И появился интерес. Следующий момент. Ваши российские действительно, вы приезжали. А что вы в Единую Россию не идете, не жалуйтесь? Я не могу. Я так понимаю, что их график исходят. Идите в Единую Россию и жалуйтесь. Что они ничего не делают? Там молодец. Я не делаю. Да где они делают? Где делают? И площадки не поставили, и решили проблему с этим. Делают, да. Что вы не делаете? Дорожные единая Россия, партии жуликов бывают. Я знаю, это ваше блесе. Вы такие. Да вы сами ко мне подошли. Я депутат. Что? Сдавайте вопросы. Я отвечаю на вас. Как вы приняли, у меня есть ответ. Вот ваша единая Россия. Сколько у вас всякая? Почему? Недороговый клаток. Один по-моему на улы не дают. Я просил 2 миллиона. Ваши единая Россия не дает эти деньги. Понимаете? Она вас не просила. А это не вы депутатский миллион. Это профуказы. Вы профуказы. Вы опять вретете. Вы полотно показываете. Не вы, ради бога, не отцу дайте. Полторы вы уже работали? Да ладно, не ладно. Потому что ты задроговый клаток говорит. Надо правду говорить. Это из Думы. Хотя бы в контроле. Мы вас видим первый раз. Просто не видим. Дайте мне с ним встретиться. Я ему скажу, как эта бабушка, что вы ограбили страну. Что вы сделали? Вот у меня зарплата была самая большая по стране. Я строила Балаковские атомы. Почему я вышла на пенсию? Она у меня самая нищая. Мы раньше не могли, чтобы мы не платили. А сейчас такая установка. Но не Володин, не Балков. Все инкогнито. Я хочу сказать, вы что на кого-то? Вы сами. Вы сами. Вы что сами делаете? Мы просто везем тело. Мы на кого не нападаем. Вы никому не провоцируете. Это ваша любимая провокация. Вы не спросите провокации. Да почему меня провоцируете? Вы задали пять раз один раз. Нет. А почему у вас, у вашего супления, а где ваши? Я приезжаю сюда. Владимир Евгеньевич Есиков тоже постоянно сюда приезжает. Мало того, я соглашусь, конечно, из-за того, что это поганейшая власть еще существует, это наша недоработка. Не оскорбляйте. Вы просто говорите. Мы вот эту полную власть еще пока не свернули вместе с вами. Поэтому наша недоработка, нашего поколения. Я всегда говорю, я в огромной ответственности перед поколением своих родителей. Но, вот почему-то я вас не видел. От кого мы должны защищать? Кого мы должны контролировать? Вот эту подлую власть. Я вас не видел, чтобы вы выступали против них. Я не выступаю. Просто я на них и не хочу. У меня прямая связь. Николай Николаевич, я вам хотел задать. Вы депутат новой формации. Николай Николаевич, я не верю в Ольге Алимову. Я голосовал за Грудинина в свое время на президент. Мне не нравится, как его слила партия ваша. Вот. А в чем слила? Ну, его нет, у него головки, отнимают с земли. Я, блин, верил в этого человека и расстроился, когда там вот этот разрыв пошел там с Путиным, как-то мне вот это неприятно было. Я знаю, что вы новый формат. Я знаю, что у вас партия тоже там грязня идет вся. И вот, например, тот же самый Денис Иванович, вот у нас с ним по телефону был разговор. Он пишет, о, я там Путин вор, Путин там, не знаю, там, ну, тиран. Ну, например, я за Лукашенко, когда в Белоруссии начались волнения. И он пишет пост поддержки Лукашенко. Так один вопрос. Путин там... Послушайте, вот эта тема насчет Павла Николаевича Грудинина, вот для того, чтобы понять, как Павел Николаевич сейчас в какой ситуации находится, как он оценивает участие в ПРФ, МАЁ, БАШ, Финадия Андреевича и в целом, да, партия. Вы послушайте, что он говорит на эту тему. Павел Николаевич говорит о том, что такой поддержки, такого участия, такого содействия всестороннего, информационного, юридического, административного, во всех смысла слова, ожидать большего было нельзя. И я часто слышу, вот мне, знаете, что говорят, а говорят, Коль, ну а чего вот вы Грудини не спасли? Коль, ну а чего вот вы Левченко не спасли? Коль, ну а чего вот вот это, вот это товарищи не спасли? Вот когда у нас будет власть, когда мы будем принимать законы, когда мы будем отвечать за оказыванную политику и назначать глав силовых ведомств, вот тогда эта критика будет состоять. А сейчас мы в меньшинстве, сейчас мы не можем защитить никого. Сколько на Ольга Николаевна было нападок, сколько на меня уголовное дело заводили, Александр Юрьевича забирали, расскажите, простите за вордию, в трусах по снегу тащили. И как нам защитить? Мы пишем наши запросы, мы пишем наши заявления, мы уступаем в тубе, знаете, что они делают? У них есть отдельный, у них очень удобная сидушка в туалете, отдельный рулон. Они вот так наматывают туда наши заявления с вами, письма, и тогда в туалете и тут подтирают заими простить изображения. Поэтому я рад бы сказать, что мы можем это изменить сейчас. Но без народа, без людей, без граждан это сделать невозможно. Я вас уверяю, я человек в этих делах, не первый день, я кое-что понимаю, я вам ответственно говорю. Если завтра, вот сюда, на это место, выйдет 10% жителей Балакова, вы можете претендовать на решение любого вопроса. Хотите сменить главу? Хотите увеличить бюджет? Можно я приведу? Вспомните, балаковцы, когда мы с вами 5 тысяч перекрыли все перекрестки, где Кискин оказался? Где оказались все управляющие компании, которые принадлежали одному? Потому что все мы вышли вместе с вами и скинули местные вопросы, решили, когда там был беспредел. Вспомните, здесь есть люди, которые шли, когда полиция шла вместе с нами. ОМОН шел вместе с нами в одной улице, и когда губернатор приказывал разогнать, ОМОНовцы говорили, извините, я не отдам приказ начальника полиции, потому что матери ОМОНовцев идут здесь. И тогда мы заходили в администрацию, помните, когда глава вот так прикрыл, у меня зубок, я не выйду к народу. Когда с заточенным газом он не когла его глаза выявило, это пустили с заточенным газом от администрации, потому что 5 тысяч человек вышло, площадь запрудила. Вот, видимо, пока не дошло это до нас, до остальных. Мало того, я скажу, и вам что, вы хотите сказать, нужен организатор? А почему я преподаватель на тот момент института, у меня такая же семья была, я не был политиком, я был кандидат технических наук, доцент, я преподал, я когда увидел, что ни один из моих учеников не может дальше рынка найти работу, я сказал, я здесь не нужен, пошел в политику, где вы-то? Вот те провокаторы, которые я прежде всего назову их так неосознанные, и те, почему, почему вы не выводите, людей на улицу, не идете так, как я, и вам не нужна партия, вы считаете, я тогда тоже в партии, меня потом привели, вот здесь есть ветераны, которые привели меня в 2005 году, я с гордостью получал этот парк билетов, у меня это был праздник, я отцу пришел, сказал, вот это самый главный день в моей жизни, за всю мою жизнь, я пошел молодым, возглавил, они мне доверили, возглавил, и мы вместе это занимались, нас не рождают, я помню Николая Бондаренко, кто его что, учили быть оппозиционером, политиком, он первый пришел на сцену, и когда вот у него просто горящие глаза, я знаю, селёли там, ненависть, а еще не мог сказать, а потом он научился так говорить, что теперь против него никто не может сказать, приходить, поднимайте, не хотите с КПФ, поднимайте вы людей, где, где вот это все, мы это пытаемся, потому что мы мирно решить это можно только в том случае, если власть к этому мирному решению, а я вас не призываю брать за оружие, я вас не призываю брать за оружие, я вас призываю, например, когда мы остановили строительство завода смерти, это экстремизм, когда мы управляющие компании города Балакова заставили коммуналку снизить, это был экстремизм, когда, это вот вы спросите у большинства населения, это экстремизм? Или экстремизм это рост пенсионного возраста? Или экстремизм это когда у большинства работы нет? Потому что решать надо все! Ленин говорил, революцию делает не оппозиция, революция делает власть своими антинародными решениями, своей позицией по отношению к людям. Люди не хотят никогда не бороться, люди с удовольствием выходили на работу восьмичного рабочего, никак в советском времени. Приходили, ездили на дачу, радовались бы с детьми, которые точно знают, что пойдут в школу и не будут из них элитные школы, а остальные бытво будут платить даже за сохрану, потом пойдут в институты и знают, что если они будут хорошо учиться, они будут бесплатно учиться в институте, потом получат работу, выйдут из института, сразу получат, получат квартиру, Балакова на третий год молодые специалисты получали квартиры. 10 сентября вы пришли, проголосовали, найдите в себе силы, мужество, силу, волю, сходите на избирательный участок и проголосуйте, сделайте свой выбор. Если есть желание, проконтролируйте. Всем здоровья, счастья, терпения, любви и активной жизненной позиции. Спасибо большое, всего вам доброго. Как вы относитесь к несистемным левым, таким как Союз Марксистов, Союз Марксистов, Да крутые ребята, чтобы их больше было. Андрей Рудой. Поддерживаем всячески, не только на словах, но и, если есть возможность, поддерживаем и информационно и вообще в целом. Должны силиться такие движения. Чем больше общество будет структурировано, тем круче, особенно левое, стратегически опасное для власти направление. Просто многие несистемные левые считают. Это обычная ручная... Послушайте, без критики нельзя развиваться. Никто не укажет себе на ошибки, нежели человек, который видит это странно. ...десь Единой России. Они говорят, это мы вам принесли, это не вы нам принесли, вы сначала это все увезли от нас, а потом нам подачку кинули, кость, которую вы догрызаетесь, а мы там все остальное вывезем за границу. Вы знаете, что за 20-й год, в период пандемии, мы в разы вывезли больше денег за границу, наши олигархи. Не вы, а олигархи вывезли за границу в разы больше, чем в 19-м до пандемии. Для кого-то это болезнь, пандемия, для кого-то мать разная. А за первые три месяца, 21-го года, мы превысили первые полгода, даже 20-го. Вот огромный вывоз капитала на вашу болезнь, на вашу, на то, что все заводы встали, все, работы нет, а деньги откуда-то у них находятся. Никогда не было такого скачка, количества миллиардеров в России, как в период пандемии. Вы вдумайтесь, и вы хотите, чтобы вот это не они экстремисты, это не они отнимают, у людей экстремисты, это тот, кто насильно забирают, насилуют нас всеми способами, забирают наши деньги, наши умы, наше здоровье, наших детей, и все это перерабатывают в свое плод. Через заводы смерти, которые они сказали, вам ни копейки мы не дадим, это все федеральный завод, вы получите только отраву. Через капремонт нас со всех собрали, а теперь он почему-то пустой. Оказался, куда это он делся? Через пенсионную реформу. Мы все заработали, это наши деньги. Никакой вам экономист не докажет, что это деньги, кто-то нам правительство дали. Нет, они запустили туда лапу, в каждой семье забрали больше миллиона рублей. Мало того, эти деньги теперь пенсионеры не получат, не пойдут в магазины, не купят товары, этот товар не произведут наши производители, не получат зарплату. Денег у нас в стране не хватает, 50 с лишним процентов денег просто не хватает. Они продолжают, то есть население вынимает. Убивая медицинской реформой, убивая всеми вот этими экологическими бедствиями, они нас просто продолжают грабить. Вот они экстремисты. В первую очередь, а те, кто их назовет ворами, они еще и посадят в тюрьму. Вот, вы знаете, я в детстве вот смотрел три толстяка, Чимболина, я не знаю, не знаю, как на луне, мне казалось, ну, что там, дебилы, что живут на тех странах, а что они понимают, что их грабят, что это за идиоты, ну, скиньте вы, все вместе выйти. А теперь я сам чувствую себя дебилом, я не могу организовать людей, мне вот так подходят и говорят, Александр Ильич, а что ты для меня сделал? Я думаю, блин, я вообще преподаватель института, у меня такая же семья, что я, да, вот, я начинаю оправдываться, что-то Денис тут начинает оправдываться, не получая ни копейки, он начинает оправдываться, что он сделал. Да вы его в первую очередь, Геннадий Андреевич, а почему ты его в 96-м году якобы не взял в вас? Да бред, это все, ложь абсолютно. Но я прежде всего хочу спросить у вас, а мы его поддержали в 96-м году, а мы его сейчас как готовы поддержать, я еще раз говорю, чем коммунисты перед вами, я как коммунист несу ответственность перед старшим поколением, вот, который здесь присутствует, перед молодым поколением, которым я не смог передать то, что мне отцы передали, он перед ними не обязан, но никак не перед этой подлой власти, которая все это грабит хуже фашистов. Давайте мы с вами договоримся. Я понимаю, что, видимо, вы редко встречаетесь, к вам, наверное, редко приезжают депутаты, редко общаются с вами. Осознаю, что проблемы, которые возникают у каждого человека, лавочка сломалась, цветочек там, бордюрчик, вода покапала, то есть мы говорим о том, как можно работать в Государственной Думе, в областной Думе, принимая законы, которые вы даже бы не заметили, это само собой разумеющееся. Отремонтированный крыш, асфальт, мусор вывозится, как это было в свое время, все это видели, и никто перед каждым бордюром, если положили, не резан ленточкой. Бордюр положили, ура, значит, цветочек посадили, завял, это уже потом, сегодня ленточку разрезали. Это само собой разумеется, потому что власть получает за это хорошую зарплату, она дала обязательства, она несет ответственность за все содеянное. Пепеталировать буду через каждое слово. Они залезли в карман к каждому. Они не дают, 40% мужчин не доживают до 60-летнего возраста. Они выплачивали, работали по 40 лет, они копейки не получат. Никто не разрешит им передать эти накопленные деньги своим детям. Никто не освободит рабочее место, потому что надо до пенсионера работать, молодежь не получит рабочие места. И почему это? Они разрешили пенсионный фонд оплачивать тот, кто богатый, чуть-чуть, а тот, кто беден, все. Поэтому это памятник Единой России. Все время будем говорить о пенсионной реформе, потому что это просто наглое было врезание. Молодежь не хочет. А за что работают? Так, а вечер работают. Еще работают. Вот знаете, у меня на одной встрече, молодой человек сказал, вы сейчас агитируете, и мы говорим, надо рабочие места, надо достойную зарплату, а он говорит, а вы мне что, хотите, чтобы я на завод, что ли, пошел работать? Мне и так хорошо. Мне мама дает деньги, вы говорите совершенно верно. А я считаю, что вот настолько нравственную моральную, моральную планку убрали путем воспитания вот этой аморалки, которая льется с экрана в телевидении, поэтому человек не хочет, это сейчас он не смотрит, это сегодня не смотрит. Участок стоял, не только члены коммунистической партии, мои товарищи, но и Навальновцы стояли. Я говорю о вашем руководителе из Угановой. Вы же тоже не удалось на критиковать. А я вам говорю про объединение, которое идет объективно. Вот умное голосование Навального. Это разве не шаг в сторону объединения? Он же поддерживает коммунистин по всей стране, правильно? Вот скажите, пожалуйста, когда по всей стране, вот послушайте, когда по всей стране поддерживаемый голосование, когда по всей стране Навальновских забирают. Но мы же идем, вытаскиваем их за стену. Николай, вы меня не так поняли. У меня критика к вашей партии. Не лично к вам, не лично к Миндалу. А партия состоит из таких, как мы, на местах, во всей стране, таких, как вы. Я, например, не слышала от Дюганова каких-то справедливых слов в адрес другой оппозиции. Мне интересно, вот вы сейчас здесь на митинге призываете нас критиковать власть. А почему вы свою власть? Оценивать достойно власти. А почему вы не критикуйте? Разве Дюганова не за что критиковать? Послушайте, до меня есть за что критиковать. И это правильно, если нас критикуют. Это значит, что либо мы исправимся, либо нас на свалку историю отправят народ. Абсолютно, я с вами согласна. Я задала вам конкретно почему ваша фракция. Саракова мне шли. Не тратьте на нее время. Вы знаете, вы знаете, ну мне не нравится, только Дуба, Ну вы скажете, не повторяйтесь, не повторяйтесь. Вам не будет неприличный человек, как сказал. Я вам скажу о том, что он неприличный человек, вам рассказали по телевизору, точно так же, как неприличный человек в интернете. Да, огромное количество рассказали про Николая Бондаренко, что он якобы олигарх, что он там, то же самое рассказали про Валерий Федорович Рашкина, как только он начинает критиковать Путину, тут же говорят, что он бандит. Про Анидалова здесь присутствующий, помнят, когда... Поэтому я хочу сказать, ну его не подебьешься. Я не видел человека более талантливого, гениаля, это последний секретарь КПСС, который прошел все. Гений и талантливого. То, что ему нужна, больше энергетики, для того нужна ему молодежь. Вы посмотрите, какая сейчас смена произошла в президиуме, какая смена произошла в ЦК. Николай вошел кандидат, член ЦК, меня, я в составе ЦК, молодежи. У меня сейчас в Гаркоме, вот из сколько у нас человек, там из 20 с лишним человек, я практически один человек только старше меня. Остальное все молодежь. Партия омолаживается. Но они очень хотели бы... Мы выставили Путинин, молодой, энергичный, казалось бы, вообще невозможно прикопаться. Вы посмотрите, в каком... Так его же облили грязью так, что он... Народ поверил. Поддержка людей у него была. Получил меньше, чем, извините, Геннадий Андреевич Уданов. Мы знаем, что он талантливый, гениальный. Мы говорим, возьмите хотя бы в правительство. Возьмите его в вице... Ну, премьером, вице-премьером, министром сельского хозяина. Нет, они даже боятся его депутатам Госдумы. Как мы его только не протаскивали в депутаты Госдумы. Уже и так, и сяк. Нет, убираются. Молодежь есть. Молодежь агрессивная. Николай, то, что видно, да, они, мало того, вот сейчас, вот сейчас вы посмотрите, вот вы сейчас посмотрите, пожалуйста, как Николаю покажут телевидение, которое здесь снимало. Как нарежут и покажут, да, вот точно так же вам показывают и нарезают и говорят по поводу Геннадь Андреевича. Но я одно могу сказать. Вот знаете, вот мы собрались в партии, Геннадий Андреевич, руководитель нашей партии, он давно уже не выступал в качестве кандидата в президенты, правильно? Ну, это наш лидер. Хотите, приходите к нам и будем вместе, смотрите, а почему вы скажете, вот мне просто интересно, почему вы не попытаетесь кому месту сказать, что он, это моя, моя позиция, моя позиция. Я с ним общаюсь, я с ним общаюсь, я молодой, я был молодой. Заместитель молодой. Да, у нас молодой, вы посмотрите, как там президент, какая там молодежь, и Геннадий Андреевич последний раз сказал, говорит, у нас сейчас самый шикарный сплав молодых и опытных, потому что у нас, к сожалению, отсутствует средний возраст, у нас отсутствуют партии, такие как я, это мы 90-х годов, это поколение, которое думало, что у нас будут яхты, что у нас будут машины и так далее, мы выбитое поколение, вот в партии сейчас, вот Николай и Молож, огромное количество, просто у меня, я не знаю, как заобзовалось, вот этих всех обучить надо, коммунизм, их всех объяснить надо, и старшее поколение, вот плавно передать, вот это аккуратно, Геннадий Андреевич и пытается, вот такой мудрого перехода, как он это делает, как он по лезвию ножа ходит, чтобы элементарно, чтобы нашу партию, вы готовы, чтобы мы сейчас в подполье, вы готовы все в подполье уйти, бороться с этой властью, готовы? Пройти по лезвию ножа, чтобы вас, прежде всего, нас не загнали в подполье, чтобы у вас, в результате, не приняли фашистские законы против вас, чтобы не получилось то же, что на Украине, когда коммунистическую партию, просто уничтожили, мы вытаскивали оттуда, у меня знакомые ребята сгорели в Одессе, знакомые, с которых мы были вместе на комсомольских лагерях, они сгорели так, вот чтобы мы прошли, вот нужен мудрый человек, и нужна молодежь, которая поведет за собой народ. Молодежь у нас есть, мудрая у нас есть, поэтому, и понятно, участковый комиссий, ну тогда какой же разговор может быть? Потому что я вам скажу, подождите, а какой комиссии? Нет, какой номер? Прям призвай! Среди нас есть депутат, здесь он стоит ваш, который тоже не верил, а его выбрали. Подождите, мы председатель, мы не религиозная партия, у нас нет веры, у нас есть сила и давление, его выбрали, потому что по-другому не могло бы. Его действительно выбрали, вы можете сказать, какой номер комиссии? Не везде продажный, не везде. Номер комиссии какой? Не помню я, а какой я? Вы председатель, участковый комиссии, от кого? От Единой России? Почему? От кого? От кого? От кого? От Кого? Я не партия. Кто вас направил в комиссию? Никто мне не направил. Нет, направление должно быть. Со старого вокзала, жители со старого вокзала. То есть собрание по месту жительства, да? А, ЛДПР. А этому не надо ко мне клеить лишнее. Я за себя сама отвечу. Вот мы посмотрим, на вашей комиссии, как нет в этом году. Вы в чем-то меня убедили, я поняла. Я еще раз говорю. Можем, товарищи, Геннадий Андреевич, приходите, молодежь, приходите. Геннадий Андреевич с удовольствием отдаст все остальное. Я отдам, потому что Николаевна уже, Ольга Николаевна, но она не отдаст, потому что она сама отвечает. Против Навального или за? Мы же вам сказали, послушайте, про Навального. Мы наступаем к закрытому изменению системы. Не просто борьбу с коррупцией, не просто чтобы... В целом мы считаем, что Навальный, его суждения поверхностные, что то, что он делает, недостаточно. В целом, несмотря на все это, Навальный политический заключенный, Навальный человек, который сидит за свое убеждение. Мы, несмотря на то, что он либо политик либеральный, толка, требуем его освобождения, как и всех политических заключенных, левых, правых и так далее. Но мы считаем, что должны быть коренные изменения. С общим движением по Путию. В вопросе отношения власти у нас абсолютно одно направление работы. Абсолютно. И левые, и правые за смену, за отставку Единой России. Просто я почему вопрос... Вы говорите, ядро это конъюнктурщики, да? Ну, вы говорите, они там руку поднимают, когда-нибудь скажут. Вот. И вы это разобличаете, ну, в своем канале, постоянно вот в облдуме. Ну, вы, я вот вопрос задал, вы на него не ответили. Ну, все то же самое. Вот Денис Иванович пишет, Лукашенко красавчик. Наша позиция, что Белоруссия это капиталистическая страна. И капиталистической стране необходимо менять власть на социалистическую и коммунистическую в конечном итоге. Но, в данный момент рабочий класс поддержал его к сожалению или не к счастью. Заводы не вышли. Почему? Потому что зарплата там, а я вам объясню, зарплата там выше, чем в России. Поэтому вот пусть белорусы, я вам, я вам еще раз говорю, ну, как факт, я еще раз говорю, то, что он, то, что он против народа, ему, огромный минус, огромный крест, то, что он... Но! Но! Давайте мы посмотрим, что у нас здесь, по сравнению с нами, вы утвердили, Путин тиран. Ну, что же вы, Лукашенко, как управление, он тиран, кто спорит? Давайте таким образом, вот внешняя политика очень, очень, очень важна. Ну, давайте вначале с нашими внутренними разберемся с проблемами. А потом будем про Украину, про Белоруссию, про Соединенные Штаты. Давайте здесь порядок наведем, а потом уже будем... Давайте завод, вот этот завод. Да его кто, вот этот завод? Пришли! Пусть пушка партии, Глади, хорошо, нормально. Я думаю, что я его против. Он пришел к нам и спуискал, завод разрушают, вот этот завод, после победы надо единая Россия оставить. И Есипов сделал запросы, дошел до Министерства обороны, поднял шумиху, и этот завод удалось сохранить не благодаря Есипову, благодаря вот съемочке, ну и коммунистов, которые пришли к нему, рабочие, сохранили. Вот теперь, вот чтобы заводы эти были, Да я все понимаю, я читаю, смотрю, я единственное, мне не нравится, какой ведет. Николай Николаевич, не может произвегалов сказать, вы его отбиваете, информационно стоите впереди. Слушайте, подождите, неужели вы думаете, что я не в состоянии за себя, что я не в состоянии за себя, что я не в состоянии за себя. Послушайте, я вам еще раз говорю, я с Геннадием Андреевичем на протяжении многих лет, у меня было много разговоров, и я вас уверяю, моя критика гораздо более конструктивна, и она не сводится на такие вот предрассуды, которые вы сказали. И, послушайте, послушайте, и высказывал не единую свою критику, но между тем, есть заслуга, которую в том числе вы должны оценить, заслуга именно Зюганова, что за 20 с лишним лет, пока администрация президента выжигала гражданское общество, коммунистическая партия сохранилась. Да, не без урона. И на нас отразилось. Мы тоже скукожились. Многие наши товарищи сидят в тюрьмах. Сейчас сидят. Вот пока мы с вами на свободе. Но партия сохранилась. Если мы сегодня лишимся России, послушайте, Россия лишится КПРФ, это будет урон для всех. Совершенно для всех. Посмотрите на любой парламент страны, на любое муниципальное образование. Ну, вы понимаете, что КПРФ, оно по всей стране. Даже в деревнях, богом забытых, где нет ни канализации, ничего. И там есть наши товарищи, которые в местных советах депутатов борются каждый день. Бесплатно. Не за карьерный рост, не за какие-то обычные пластинки. Мы это могли потерять все. И то, что у нас это сегодня наше оружие, в том числе и на вас работающие, даже если вы это не признаете, это однозначно. Никакого бойкота будет не будет. А что будет, если вы уходите в бюллетен, не только единородный рост. Нет, такого никогда не будет. Такого, пока КПРФ не запретили, это невозможно. Скажите, сегодня вы были в Балаково. Расскажите, как прошло мероприятие, сколько, по вашим оценкам, было человек, как все прошло? Ну, сегодня в городе Балаково была встреча с депутатом Государственной Думы Николавной Алимовой. И в условиях пандемии я искренне рад, горд, что у наших товарищей есть возможность, вот это право мирно собираться. Все-таки у власти получается зубами поцарапают просто. Людей, несмотря на бурные идеи, несмотря на неудобное время, ну, как говорится, как вы уже согласовали, было, на мой взгляд, гораздо больше, чем мы планировали. И в целом, да, настрой людей, конечно, безусловно, не может не радовать, потому что люди с горящими глазами, люди, которых на протяжении 20-ти с лишним лет убивали веру в политику, власть пыталась навязать позицию, что все одинаковые, что от нас ничего не зависит. Приходили и говорили все в унисон, что им надоело терпеть, что они больше не будут, да, вот эту поганую политику принимать, они будут бороться. И это, безусловно, меня, как политика, коммуниста, как член коммунистической партии, кто, собственно, высказывал свою позицию. Те, кто, у кого не получилось в силу того, что работа, да, какие-то обстоятельства, все-таки, еще раз говорю, будний день, не расстраивайте, мы приедем еще раз, а не последний раз, вот, поэтому, еще раз всем спасибо. Сегодня вам вопросы задавали, то есть, одни кричали, это провокаторы, другие говорили, нет, то есть, что это вообще было? То есть, как вы сами, как считаете, были сегодня провокации или нет? Вы знаете, я вообще, честно говоря, противник такого, такого подхода, я понимаю, что власть пытается как-то бороться, пытается как-то там нас дискредитировать, поэтому вот каких-то заряженных, как говорится, людей сюда присылают, но было несколько женщин, которые признали, что одна из которых, насколько я помню, председатель участковой избирательной комиссии, вот, ну, это их право власти, да, они, их возможность, точнее, они пытаются, как-то нас, неумело дискредитировать, но делается это не просто бессильнее, делается это, потому что у них нет сил, они бессильны в этом вопросе, аргументом, их позиции неконкурентоспособны, поэтому единственное, что остается, это вот так вот очень жиденько, да, и еще раз говорю, примитивно нас как-то пытаться сбить, что ли, но мы говорим правду, говорите легко и приятно, поэтому я рад, в очередной раз, что наша идея получилась праведная и зло, да, получилось, скажем так, поговорить с оппонентами, да, пусть даже людьми, которые искренне в это не верят, да, то, что они говорили, например, что они согласны с пенсионкой реформы, там и так далее, но все равно это дополнительная возможность нам проверить, да, прочность наших денег. Как скоро вы еще можете приехать из Булакова? Приеду скоро, пока сложно сказать, когда именно, но я думаю, что в течение выборного периода, да, вот перед единым днем голосования я приеду и не раз приеду, обязательно. А после выбора будете приедать? Ну, я, посмотрите, у меня как депутат Саратской областной думы выбора еще, когда-когда, да, поэтому... Нет, если в Госдуму выберетесь? Ну, я после избрания в Саратскую областную думу, несмотря на то, что я депутат, одномандатник по центру города Сарата, в Октябрьском и Фрунском районе, за этот период в Булаково был, ну, я не знаю, раз в четыре, наверное, да, мы встречались с партактированными, с соратниками, с товарищами, с подписчиками, поэтому однозначно буду приезжать. Мы же не партия, которая исконно, да, во всем мире считается нормой, да, мы партия, как лео, нового типа, которые существуют не от выборных к выбору, да, а на протяжении, собственно, каждого момента нашей жизни. Если идет вопрос, например, там, строительство завода смерти в Горных, да, по сжиганию 50 тысяч тонн отходов первого-второго класса опасности, мы приезжаем, рассказываем людям, объединяем людей, говорим о серьезности этой ситуации и о необходимости солидарно выступить, высказать нашу позицию. Если идет, там, пенсионная реформа или, там, какие-то очередные, там, поборы, там, увеличение налогов, там, в день штрафа, мы приходим и рассказываем людям, почему, потому что по телевизору это и покажут, потому что телевизор говорит, что все нормально, слава Единой России. Поэтому однозначно, конечно, безусловно, приезжал и буду приезжать, несмотря на то, что депутат совершенно от другого района. Мы все с Аратской области, у нас нет местечковости какой-то, там, замкнулись. Надо объединяться, чем шире, тем лучше.